Девушки отдыхают И пусть Евгений Петросян И все, все, все К вам не присядут на диван Но все, все, все Со всей открытой душой Сейчас для вас покажут шоу Надеюсь на успех большой Дамы и господа Евгений Петросян А вы знаете Что по утрам Горизонт улыбается нам И улыбку все утро храня Нам желает удачного дня Если мы улыбнемся в ответ То получим огромный привет Что нам шлет наша мама земля Всем с утра улыбаться веля Умываясь, друзья, улыбайтесь Улыбаясь с зарей, умывайтесь И прекрасная фея заря Вам подарит здоровье заряд Надо чаще улыбаться По утрам и вечерам А унылым и плаксивом Стыд и срам, стыд и срам Смех сквозь слезы Но еще смеемся И других стараемся смешить Мы без смеха просто не прорвемся Нам без смеха просто не прожить И не поддавайтесь грустным мыслям На лицо улыбку и вперед И пускай в лицо улыбка брызнет И пускай вас хохот обольет В эфире Петросян-шоу! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но вот настало лето И солнцем все согрета Не облачко над небем Погода, зашибись И очень всем охота Поехать на природу Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались В лесу на каждой кочке Есть ягоды, грибочки И свежим кислородом Мой друг, хоть обдышись Рыбалка и охота Природа — это что-то Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Как здорово, и вы все здесь Пришли сегодня в лес Здравствуйте, дорогие мои подписчики С вами я, профессор Бабочкин Мы ведем наш репортаж Из подмосковного леса Куда в августе прилетают Жуки-олени У жуков-оленей Начинается период спаривания И сейчас я попытаюсь Поймать для своей коллекции Хотя бы одного Жука-оленя О, бабка Подмосковная Обыкновенная Сынок, а ты что тут делаешь? Я оленей ловлю Не мешайте, бабушка Оленей? Оленей Как же ты их ловишь-то? Ну, с очком По-другому ты их не поймаешь Они же такие шустрые Тут повсюду летают Оленей летают Ну да, летают А я их с очком ловлю И много ты уже поймал? Ну, пока ни одного, бабушка Потому что вы мне помешали Олени, они же Высоко На дубах сидят С очком ты их не достанешь Оленей на дубах? Ну да, бабушка На дубах На березках На осинках Но я их пивом Приманиваю Потому что олень Он что? Он пиво любит Сунет туда хоботок И сосет, сосет А что тут решивые слоны летают? Какие слоны? Ну, с хоботом Да нет, бабушка С хоботом Это олени Они хобот в пиво суют И сосут Сосут Прям голыми руками Их бери Сынок, а что у тебя Такое за пиво, а? Ну, ваше Обычное пиво Угости, бабуленьку Я тоже хочу Летающих оленей посмотреть Не, бабушка У меня чуть-чуть Совсем Только для оленей Ну, еще малость Для носорогов Что, тут еще и носороги летают? Летают, конечно Но меньше, чем олени Хотя спариваются они чаще Хоботом? Да нет, хоботом Они пиво сосут А спариваются они Хрен их знает, чем они спариваются Понятно А ну, пошел вон Отсюда наркоман Проклятый Весь лес загадили Все ягоды потоптали Бребов нет И нифига уже Бессовыш Ты тунь тебе Ой Что делать, а? Весь лес изгадили Сынок А ты что, тоже оленей ловишь? Нет Я белочку увидел Фотографирую Белочку Ага И давно ты белочку увидел? Ну, только что тут была Такая шустрая, рыжая С хоботом? Нет С орешками А ну, пошел вон отсюда Наркоман Проклятый Алкашнадр Наркоманы одни А вон еще и бомжи Сегодня праздник у девчат Рыбалка на закате И очень девочки хотят Поймать бычков в томате Пришли девчонки стоят в сторонке От радости прям трепещат Завтра будет видос в интернете Как две воблы поймали леща Вика Ну, скоро уже будет речка А то я устала Снежанчик, кажется, пришли Ой, как здорово, что мы с тобой выбрались на рыбалку А то этот шопинг уже надоел О, да, и не говори Тут так круто Тут даже круче, чем в социальных сетях Это точно Вика, а ты когда-нибудь была на рыбалке? Нет, но я однажды поймала зубами золотую рыбку Ого, и когда это было? Ну, когда мне муж на башку аквариум надел Смотри, сколько рыбы Ух ты Гляди Там вот на меня такая рыба смотрит Глазище во Губище во Глупышка Это же твое отражение в воде Моя хорошая, смотри, что я тебе покажу Давай Ты только посмотри Ничего себе у тебя селфи-палка большая Это удочка Мы на нее будем рыбку ловить Ух ты И какая рыба тут водится Мне сказали-рассказали Что здесь водятся шпроты в масле Ну нет, в собственном соку И если повезет, можно даже поймать печень, трески Ух ты, как здорово Вика, я забыла А на что надо рыбу ловить? Не помню Привет, девчонки Привет А вы тут одни? Да Вспомнила Рыбку надо ловить На червя Ну вас, дуры Вика А где водится эта червя? Моя хорошая Червя водится в земле И как же ее оттуда достать? Копать? Копать, копать А чем? Ногтями Ногтя Ногтями за три тысячи Ногтями за три тысячи Я придумала А давай ты меня сфоткаешь, как будто бы я копаю этого червю Конечно Давай Давай Только красиво, да, чтобы все было видно Пожалуйста Я снимаю, давай, красиво Давай, давай Ой, у меня чего-то спина чешется Ой, все тело прям чешется Вика, у меня, по-моему, это аллергия на рыбалку Моя хорошая, встань с муравейника Ой, 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 ой Снежанчик, ты прикольно как танцуешь Подожди, я сейчас музычку включу Я не танцую Я снимаю видео, давай Класс, класс Ах, класс Снежанчик, ты прикольно как танцуешь Давай снимемся для телеграм Давай Только очень красиво, давай Видно все Что-то некрасиво так-то, почему Зеленое пятнышко страшное Что-то некрасивое здесь мешает Ой Простя А вы что тут делаете? А, мы тут ловим самцов А, проститутки Да нет, вы не поняли Мы снимаемся для телеграм А, после инстаграм сымаетесь? Алкошня и проститутки Бабушка, вы ничего не поняли? Мы популярные блогерши У нас по пять тысяч подписок Слышите вы Подписки А ну идите отсюда Из нашего леса Весь лес загадили Проститутки, наркоманы Алкошня Идите отсюда Тфу на вас Хоть бы один подберезовик найти Хоть бы один подберезовик Ну Добрый день А у меня для вас Кое-что и есть О Сморчок Ой-ой-ой-ой Мы на опушке у леса В палатке живем Ягоды кушаем Из родника воду пьем Весело птички щепечут Журчит ручеек А на костре у палатки Дымит шашлычок Милая моя Жить нам здесь два века Нафиг мы с тобой Влезли в ипотеку А вы знаете А я только что Жилого медведя видел Да что медведя Я тут Баскова с Киркоровым видел Да что Они не люди что ли Им тоже хочется погулять по лесу Покушать шашлычков Да вот же они Я буду мясо тут мариновать Вот здесь с собой мы положим дрова Потом мы будем весь день зажигать Наступит вечер Мы будем в дрова Потом начну про шарманку я петь Я сразу громко начну подпевать Цвет настроения будет синеть И белочки браво нам будут кричать Филипп Да Здесь мы будем жарить шашлыки Ты мясо взял? Мясо Лепса обещал привезти Филипп самое главное Ты выпить взял? Конечно взял Молодец Да А стаканчики взял? Обижаешь Ну конечно взял Доставай Вот это тебе Так А вот это Мне Я не понял Почему это у тебя больше? Ну потому что я король За короля Давай Филипп Какой у тебя красивый костюм Кстати где перья? Я перья в лес теперь не надеваю Это почему? Потому что был один случай Я однажды шел по лесу И ромашки собирал Был одет в одни лишь перья Никого не замечал А за мной ушел охотник Был он очень сильно пьян А в руке он нес винтовку Думал он Что я фазан И вдруг выстрел прозвучал Дума я едва не дал Я бегом давай бежать Я кричу лишь слово мать И выстрел второй опять Перья в стороны летят И прогулки то и ток Я неделю сесть не мог Везучий ты человек Филипп Так смотри Чтобы развести костер Нужны что? Дрова Может я пока схожу за дровами Если хочешь идти Иди А ты со мной пойдешь? Забудь Кстати ты меня тысячу занял Когда вернешь? Никогда уже не вернуть Я за дровами А вот и моя подруга Анжелика Варун Послушай все в моих руках Хлеб в моих руках Соль в моих руках Ты знаешь сыр в моих руках Лук в моих руках И даже я глотил Ах, привет дорогая Чмоки, чмоки Филипп, хочешь ягодки? Очень вкусные Я уже пол куста обглодала Ты что, обалдела? Это же Это же волчья ягода Ой, а я думала, что это Вишня, вишня Спелая вишня Прекрасных ягод Аромат Сердце уж Бьется чуть слышно Никто не в чем Не виноват Самый лучший день Сел я в Мерседес Дал я по газам И поехал в лес Мясо я принес Будут шашлыки Здорово, мужики Простите, плохо вижу Думал, здесь мужики Здорово, Филипп Привет, Анжелика Я принес вам мясо Стаса Михайлов В смысле Это мясо Делал сам Стас Михайлов Оно замариновано В слезах Сорокалетних разведенок Вау, давайте скорее Делать шашлык Нам нужны дрова для костра За дровами Басков пошел Все цветы Что на поляне были Я сорвал Все цветы Ромашки, ландыши с полей Васильки И незабудки Я ворум отдал Лев, суплющ Ну а Киркорову Репей Господи Стас Михайлов Что ли пришел Это медведь Замрите Не шевелитесь Море волнуется Раз Море волнуется Два Море заткнись Нас едят Мореолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеолеол Нам поесть шашлык Не пикник, а сплошной стресс Вместо мяса сплошной фиг Вместо отдыха мигрень Вместо кайфа нехорошо Лучше б дома сидел весь день И смотрел Петросян шоу Проститутка видала Наркоман фалкашей видала А вы кто такие? Где-то я вас тоже видала Вы что, нас не узнали? Мы же звёзды Любимцы публики Поп-кумиры Чего кумиры? Поп-кумиры А, понятно Бездельники и тунеядцы Бабуль, у тебя есть что-нибудь поесть? Сморчок Бабушка, может быть у вас дома есть что-то съедобное? Мы очень голодны Да сейчас потушу я вас домой Вы мне в телевизоре надоели Хотя Мне надо забор покрасить Красить это я люблю Дров наколоть Наколоть Я всегда готов Корову напоить Напоить это легко Курям дать, свиням дать А можно что-нибудь другое? Картошку скупать Согласен Тогда на сельхоз работа для моей пользы Шагом Марш Песню Запевать Отдыхали мы с вами в лесу А я живьём Видала попсу Мы рыбу ловили А мы шашлыками объелись Я оленей три штуки поймал А я вам всем как надо жить показал А мы слава богу не спились А спелись А если вас разбила депрессия и стресс То сразу приезжайте Вы в наш весёлый лес Тут природа сама Обеспечит вам всё лечение В субботу и даже в воскресенье В лесу вас ждёт веселье В лесу вас ждёт экстаз И если на поляне Вы встретите всех нас То мы обязательно поднимем вам настроение То мы обязательно поднимем вам настроение Вечерний звон Бом-бом Вечерний звон Бом-бом Лет двести слух Ласкает он Звон с каждым годом Креп и креп Ему смешны И рок, и рэп Под этот звон И погрустить И можно даже пожутить Хотел в Москве Квартиру снять Но цены здесь Не сесть, не встать Я всю Москву Изъездил сплошь С трудом, но снял Квартиру всё ж Вечерний звон Бом-бом Вечерний звон Бом-бом Я снял её На телефон На телефон Вот на трибуне Кандидат Он обещает Всё подряд Принять, поднять Вселить, сберечь Хоть знают все Что это речь Вечерний звон Бом-бом Вечерний звон Бом-бом Да просто в думу Хочет он С больными почками Вперелой Явился в клинику Больной Вечерний звон Бом-бом Вечерний звон Бом-бом И вот узнал Про цены он И почки дали Слово впредь Отныне больше Не болеть Чиновник время Не терял Он интенсивно Воровал С утра до ночи Брал и брал И всё в карман Себе он клал Ему недавно Дали срок Делиться надо Дурачок Был книжный зал И мог народ Прочесть здесь книжку Идиот Вечерний звон Бом-бом Вечерний звон Бом-бом Но книжный зал Уже снесён Мужской стриптиз Здесь круглый год И пляшет Голый Идиот Все песни тех Прошедших лет Дарили нам Тепло и свет Их добрый дух Незаменим Мы говорим Спасибо им Вечерний звон Вечерний звон Шажок вперёд И наш поклон АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло Вася, привет Это я Я сейчас в торговом центре На шопинге Ой У меня шмоток На 240 тысяч Я сейчас стою на кассе Я взяла твою карту А пин-код забыла Скажи мне, пожалуйста Свой пин-код Да-да Я вас слушаю Да это я Я на кассе стою У меня твоя карта Скажи, пожалуйста Пин-код Очень плохо слышно А кто это? Ты чё, глухой, что ли? Скажи пин-код А кто спрашивает? Ну, это я Твоя жена Жена? Да А её нет дома Она в магазин пошла Так Быстро Скажи пин-код У меня очень мало времени Знаете что? Сейчас участились случаи Мошенничества С картами Мошенники звонят И просят пин-код Да-да-да Но я не мошенница А кто вы? Ну, вообще, вы кто? Кто вы? Я вообще не узнаю ваш голос Я жена твоя Я на кассе стою У меня товара на 240 тысяч Скажи мне пин-код Говорите громче Я вас не слышу Я говорю, что я жена твоя Я на кассе стою С твоей картой Скажи пин-код Вы очень кричите Я вас не слышу Хорошо Даже не хочу слышать Хорошо Скажи мне тебе Вот так Слышно? Так слышно Вот вы прорвались, да Я говорю, что я жена твоя Ты что, мой голос не узнал? По телефону любой голос Можем подделать Докажите, что вы моя жена Ах ты, сволочь Я сейчас домой приду Я тебе скороварку на башку надену Люся Ну, слава богу Скажи мне пин-код Кьюар-код? Так его же отменили Это такой квадратик с иероглифами Он у тебя в телефоне есть Да не кьюар-код А пин-коды Пин-код Кто идиот? Ты идиот Ты для этого позвонила, да? Нет Скажи, что тебе надо вообще? Что тебе надо? Я тебе дам, что ты хочешь Я же тебе говорю Что я жена твоя Я на кассе стою Здесь куча народа Мне нужен твой пин-код Люся Тебя что, взяли в заложники? Требуют пин-код, что ли? Это я требую Это ты взяла заложников? Да у меня вся очередь в заложниках Меня сейчас побьют Тебе угрожают Я звоню в полицию Сейчас в полицию позвоню Так, спокойно, спокойно, спокойно Придурок, не звони в полицию А куда мне звонить? Сейчас никуда не звони Мася, просто пожалуйста Пожалуйста, назови мне пин-код У меня 240 тысяч товара Слушайте, очень плохо слышно Скажи пин-код Последние слова Очень плохо Я говорю, скажи пин-код А? Давай пин-код Компот? Ты что, в ресторане что-нибудь? Я на кассе Ты на трассе? А что ты там делаешь? Какой пин-код? Кто урод? Ты урод Глухой урод Вообще ничего не понимаешь Ты мне все нервы измотал Люся, очень плохая связь Просто очень Хорошо Такая связь, такие слова Хорошо Вот, скажи мне, пожалуйста Тебе вот так меня слышно? Вот сейчас слышно, да Чего ты орешь, не слышно Отлично Скажи мне, пожалуйста Тебе слово пин-код Понятно? Понятно Отлично Тогда назови мне Четыре цифры Пин-кода Твоей карты Алло Ты все время Куда-то пропадаешь Ты в метро, что ли? Я в магазине Ты у тети Зины? А кто это? Сволочь Тетя Зина Сволочь? Зачем же ты к ней поперлась? Значит так Сейчас слушай меня внимательно Я уже на грани Я сейчас в последний раз Пока еще по-хорошему Говорю тебе Назови мне пин-код От твоей карты А-а-а Пин-код От карты? А, ну так бы сразу и сказала Ну слава Богу Давай пин-код Разоралась, понимаешь Так ты меня довел Делов-то Сейчас записываю Да я запомню эти четыре цифры на всю жизнь Давай Даю Что? Восемь Повтори Еще раз Вы использовали три попытки Ваша карта заблокирована Привет горячая Что? Заблокирована ваша карта Идите отсюда Да я тебя убью И я тебя люблю Это так мило Что ты звонишь Сказать мне об этом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Я думал ты выругался Скажи пожалуйста еще раз это слово Шарикоподшипниковская Ладно сейчас навигатор забью Окей навигатор Улица Шариковой Как там Шариковой Шайтана Адрес не найден Шарикова прищипленного Адрес не найден Шипованный шариками что ли Адрес не найден Шарикоподшипниковская Шизыки не шарят да Адрес не найден Шарикоподшипниковская 12 Эй ты думаешь я не смогу да Я русский две недели учил Ну так давайте смогите быстрее Напомни как там Шарикоподшипниковская Адрес не найден Шарик Подшипник Шарикоподшипниковская Шарикоподшипниковская 12 Шарикоподшипниковская Шарикоподшипникская Шарикоподшипская Шарикоподшипская Саша по шоссе И со сала Сушке 12, да? Адрес не найден. Давай, да чтоб тебе. Адрес не найден. Слушайте, давайте я ей уже скажу. Подожди, подожди, ты что, считаешь меня не про Сефи... Про Сефи... Как там? Про Сефи аналом, что ли? Подожди, подожди, ты что, ты думаешь, я тут зря сиденья просиживаю, да? Мой прадед был таксист, мой дед был таксист, Мой отец был таксист, он мне всегда говорил, не тормози, сынок. Ну вот, правильно говорил, давай не тормози, вези меня уже скорее. Напомни улицу. Шарика подшипниковская. Уважай, а там рядом другой улицы нету? Нет, есть. Скажи другую улицу, а то навигатор женщина глупая совсем не понимает. Ну, там рядом тупик Крыжижановского Бонч-Бруевича. Вай, почему это все в мою смену, да? Окей, навигатор. Там тупик. Крыжижановского. Коржи-Гжижановский. Крыжижановского. Грижижановского, а вторая фамилия какая? Бонч-Бруевич. Спанч-Бонч? Бонч-Бруевич. Борщ-Ваганыч. Адрес не найден. Вай, уважаемый, скажи сам, пожалуйста, а ты женщина слушай, да? Тупик Крыжижановского Бонч-Бруевича. Отчего она молчит? Ай, у нее зарядки кончились. Я думала, как и ключи. Шнурок дома забил, да? И что теперь делать? Уважаемый, ты не переживай, ты скажи, как доехать, я все улицы знаю. Ладно. Смотри. Так. Сначала едешь по Пржевальскому. Да. Потом в переулок Жека Жабженжичекевича. Кжевича. Дальше поп с Даши Казапаковского, Наджи Вархалару Неру, через Крыжижановского Бонч-Бруевича до Шарика Подшипниковской. Ты запомнил? Что запомнил? Как ехать. Запомнил? А, конечно, запомнил. Сейчас довезу, не переживай. Сейчас доедем. Только скажи, как лучше доехать дотуда нам, а? Сначала едешь по Пржевальскому. Потом в переулок Жека Жабженжичекевича. Дальше поп с Даши Казапаковского, Наджи Вархалару Неру, через Крыжановского Бонч-Бруевича до Шарика Подшипниковской. Два сволочи, да? Кто сволочи? Да кто такие улицы придумывает, сволочи? Ну чего стоим, поехали. Уважаемый. Ну, а по-другому туда никак нельзя доехать. Ну, можно. Души, скажи, как по-другому, а? Ну, смотри, сначала едешь на Зигмунда Сираковского, через Кастусь-Малиновского. Потом на Крыжалийского Чавчападзе, по мосту Куусенина, на Крыжановского Бонч-Бруевича до Шарика Подшипниковской. Аппарат абонента выключен. Или находится внезванное действие такси. Ну что? Что ну что? Ну поехали. Куда поехали? Туда поехали. Куда туда? На Зигмунда Сираковского, через Кастусь-Малиновского, на Крыжалийского Чавчавадзе, по мосту Куусенин, на Грумк-Жемела, по Кучуке-Наджирской, через Манекина-Неструева, на Крыжановского Бонч-Бруевича, до Шарика Подшипниковской. Уважаемый, а то, что ты мне сейчас сказала, это направо или налево? Это прямо. Ты запомнил? Да я такое 30 лет учить буду, никогда не запомню, да? Что у вас за названия улиц такие? Невозможно работать. Вот в городе, где я живу, там нормальные названия, простые. Улица Ирисбек Абдикаликовича, Уршак Башкара-Малиева, Проспект Жумабули, Жарльда-Берди, Переволок Курман Бембеке Жакшилин Бокумбайхизи, Фархат Абли. И настолько приятно, и главное, запомнить легко. То вы сейчас со мной разговариваете. Ну а с кем еще? Так конкретно, куда едем, уважаемый? Знаете что? А поехали-ка на Проспект Мира. Ой, какое хорошее название, какая красивая улица, да? Да вы за святериком только скажи, как лучше доехать до Проспект Мира, да? Значит, сначала едем по улице Первого Мая. Ой, хорошо. Потом по улице Кирова. Ой, отлично, да? Через Садовый переулок. Переулок великолепный. Сворачиваем. Куда мы сворачиваем? Сворачиваем на Грыжемелика Грыжика фон Гетман Бальдика, полку Чука Ножицкой, через Манекина Неструева, на Крыжановскую, на Крыжановскую, на Проспект Мира. Уважаемый. Что? Пошел я нафиг. Вот тебе руль, сам езжай. Панапридумывает улицу, язык сломаешь, невозможно работать. Я пошел я нафиг. Подожди, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Черные глаза, я только тебе мечтаю. Черные глаза, самые прекрасные черные глаза. Черные глаза, черные глаза. Анатолий, Анатолий, ты от муки, ты от боли. Анатолий, ну что же вы там стоите? Проходите, проходите. Анатолий, Анатолий, ты от муки, ты от боли. Ну просто глазам своим поверить не могу. Сам Анатолий Вассерман согласился прийти ко мне в гости. Я надеюсь, вы не считаете меня легкомысленной, раз на первом свидании я вас позвала к себе домой. Ну что вы, деточка, просто ваши надпочечники вместо эстрогена стали вырабатывать тестостерон, а также окситоцин с эндорфином, что повлияло на вашу способность соображать, что характерно для женщины возраста ягодка опять. Потрясающе. А давайте-ка выпьем вина. С удовольствием. Отлично. Анатолий, 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 пожалуйста. Анатолий, Анатолий. Прелесть. Чин-чин. Как вам вино? Божжаленово. Собрано в третий четверг прошлого года, в октябре, на южных склонах провинции Кодебуи. Ой, обалдеть. Конфетку? Пожалуй. Кондитерская фабрика Красный Ноябрь. Укладчица номер 76. Хотя мне больше нравится укладчица 69. Ой, вы такой умный. Расскажите мне что-нибудь интересное. Вы представляете, в 1904 году французский ученый Анри Пуанкаре сформировал гипотезу о том, что всякое односвязное, компактное трехмерное многообразие без края гомеоморф на трехмерной сфере. Вы представляете? Представляю. Блин, зачем спросила. Анатолий, раз уж у нас с вами сложилась такая интимная обстановка, скажите мне по секрету, вы когда-нибудь были с женщиной? Был. Я был с женщиной в 1978 году на симпозиуме по изучению излучения Шварца Манхайникина. Нет, нет, нет. Я имею в виду немножечко другое. Вы когда-нибудь были близки с женщиной? У вас была близость? Да. Я был очень близок с одной женщиной, членом Академии наук. Очень интересно, расскажите поподробнее. Мы были с ней очень близки к открытию влияния на сигматические процессы внутри атома. Ну, нет. Ну, нет, ну я не это имела в виду. Анатолий, я имела в виду немножко другое. Вы когда-нибудь любили женщину? Конечно, любил. Так. И не одну. Я любил сразу двух женщин одновременно. Ого, да вы ловелась. Так их звали. Софья Ковалевская и Мария Складовская-Кюри. Боже, как они меня заводили. Софьи Ковалевской я впервые познал вращение твердого тела в сферическом вакууме. А Складовская-Кюри обнажил для меня закон термодинамики. Анатолий, а можно я спрошу прямо? Вы когда-нибудь спали с женщиной? Спал? В детстве. Я в детстве спал с плюшевым медведем. И лишь повзрослев, я понял, что это была плюшевая медведица. А давайте-ка еще выпьем. Да? Ой. Что-то я прям вся захмелела от вина. Это просто в вашем организме происходит окисление этанола до ацетальдегида. А затем до уксусной кислоты с конферментом ацетилирования. Ну надо же. Анатолий, а вы не хотите снять с себя жилетку? Я бы с удовольствием. Но я 40 лет ее не снимал. Она уже срослась с моим телом. Обидно. Ну а вы можете с себя снять хоть что-нибудь? Могу. Снимайте скорее. Я могу с себя снять ответственность за теорию молекулярной адсорции Лингмюра, в которую я ошибочно верил. Чувствуете, как бьется мое сердце? Чувствую. Что именно вы чувствуете? Я чувствую, как в систолу сокращаются предсердия, а след за ним и желудочек. Анатолий, скажите честно, я хотя бы возбуждаю в вас желание. Конечно. Да? Вы возбуждаете во мне страстное желание сорвать с вас покров неведения и как следует вас просветить на самые интересные научные темы. Анатолий, вас хоть что-нибудь возбуждает, кроме науки? Конечно. Я же мужчина. Так. Меня очень возбуждает, когда женщина ласково обнимает меня за плечи. И так нежно-нежно на ушко читает мне теорему Ферма. Теорема Ферма. Ага. Для любого натурального числа Н. О! Уровнение А в Н степени плюс Б в Н степени... О, да! Погнать С в Н степени... Боже, что ты творишь! Не имеет решения... Еще! Еще! Целых ненулевых чисел А, Б, С... О, да! Я все. Все? О, да, деточка! Как ты меня завела! Прости, что на ты. Ну, после всего того, что было между нами, это вполне естественно. Знаешь, что я с тобой сейчас сделаю? Что? Я возьму тебя прямо здесь, на этой кровати. О-о-о! Возьму тебя за руку... О-о-о! И поведу в музей естествознания. Где проходит удивительная экспозиция о теории влияния черных дыр на идеи корпускулярно-волнового дуализма Шрёденгера и Ландау. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тебе обязательно понравится! Помогите! Не переживай! Я тебе помогу и объясню все в мельчайших подробностях. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Гости Петросян Шоу Светлана Рожкова. Учиться, то ты меня даже не опознаешь. Ну как, ну ты собаку любишь больше, чем меня. Он говорит, да успокойся, я вас люблю одинаково. Я не знаю, дорогие наши мужчины, но я не знаю, ну как, ну как вам объяснить. Ну понимаете, ну женщине немного надо. Ну немного. Ну пришел, смотришь, она стоит, посуду моет. Подойди. Обними. Скажи что-нибудь на ушко. Вот что-нибудь такое теплое, типа, цыпочка моя. Она сразу пи-пи-пи-пи-пи-пи. Все. Этого достаточно, понимаете. Вот к женщине, к ней же надо с лаской. С лаской. А лучше с норкой или с шиншиллой. Нет, ну почему-то вот мужчины считают, что шуба, это какая-то каприз, это женская какая-то блажь. Ну зачем тебе шуба? Куда ты ее будешь надевать? Она у тебя сопреет в шифонере. Зачем? Куда? Нужна! Это же шуба. Это же как, это же как лампасы для генералов. Шуба есть, все. Жизнь удалась. Я знаю, о чем я говорю. У меня жизнь удалась. У меня шуба есть. Ну, может быть, не шиншилла, может быть, не норка. Ну, бюджетный вариант. Крашенный под леопарда кролик. Я же ее люблю, я же ее обожаю. Это же все. Это мое все. Я же, я, господи, какие ей праздники устраиваю. Вот совсем недавно я стол накрыла, чего там только не было. И выпить, и закусить, и свечи, и шарики. Муж пришел, увидел это богатство, этот стол. У него глаза стали больше лица. Он испугался страшно. Он говорит, какое сегодня число? О чем я забыл? Что сегодня за праздник? А я приглашен? Я говорю, конечно, любимый, ну как же без тебя? Ну, конечно, дорогой, ну давай быстрее, быстрее раздевайся. Давай, не томи. Давай к столу, не томи. Давай, наливайся. Он говорит, за что пьем? Я говорю, сегодня у моей шубы совершеннолетие. Да я думала, он провалится сквозь пол. А он ничего, отшутился. Говорит, да, серьезный повод. Пойду по этому поводу на кухню, приготовлю заливную рыбу. Я говорю, ты умеешь? Что же ты скрывал? Он говорит, да, конечно, умею. Что тут уметь? Кусок воблы, глоток пива. Ну, вот так вот мы и живем. Вот это нормальная, среднестатистическая семейная жизнь. Девочки, я не знаю. Я не знаю, ну почему мы такие дуры? Ну почему мы торопимся? Ну почему мы спешим? Ну что нам в этом за мужестве? Ну что? Ну мужиков, я понимаю, они хотят, чтобы их обслуживали, чтобы им стирали, убирали, готовили, смотрели за ними. Ну это понятно. Но мы-то куда? Ну что нам там медом намазано, что ли, в этом замужестве? Да вы посмотрите на замужних женщин. У них руки длиннее на 10 сантиметров, чем у незамужних. Господи. Вот это смотришь, девочка. Она еще в жизни, она еще ничего не видела. Она еще цветочек. Она только-только-только вот стала, стала как-то выходить в свет. У нее еще только вот эти глазки раскрылись только. Она о чем уже мечтает? Она мечтает о рыцаре на белом коне. Господи. Девочка. Какие рыцари 21 веки. Где ты их видала? Они же все давно в Красной книге, все пять. И потом это же рыцарь. Это же штучный товар. За него же идет война. Ты уже не просто так подошел, познакомился, все, захомутал, потащил в ЗАГС. Не, моя дорогая. Не-не-не-не-не. Ты пробейся к нему, к этому рыцарю. Ну хорошо, я понимаю. Ты красивая. У тебя все, природа одарила всем, чем могла. У тебя длинные ноги. У тебя красивые ресницы. У тебя хорошие бицепсы. Ты накачалась в спортзале. Ты сильная, как лошадь ломовая. Ты пробилась, раскидала всех соперниц. Хватила его. Держи. Держи. Не выпускай ни на секунду. Чуть ослабила хватку. Все. Осталась с конем. Ну, мне повезло. Я прилично вышла замуж. Ну, практически за принца. И уже 20 лет живу с этим козлом. Вы не представляете. Вы не представляете, как трудно воспитывать сына, которого для тебя родила свекровь. Это жестоко недоработок. Она как будто специально его воспитывала. Вот свекрёныш такой, знаете, получился. У него на все свои какие-то вот отговорки, свои шуточки. Я ничего не понимаю. Я не понимаю. Ну что, я к нему с серьезным вопросом. Я говорю, пойди посмотри на кухню. Чем там гремит кошка. Он у меня спрашивает, а ты её кормила? Я говорю, нет. Ну, значит, готовить что-то. Или я у него спрашиваю. Ну, нормально. Нормальный вопрос. Я спрашиваю, ты бельё повесил? Он говорит, нет, я его помиловал. Тоже мне Генрих 14-й. Он помиловал его. Я говорю, а чё ты сидишь? Чё ты сидишь на диване? Битый час. Вынеси мусор. Он говорит, господи, только присел. Я говорю, а чё ты до этого делал? Он говорит, чё, чё, лежал. Вот, понимаете? Вот я не знаю. Но вот эта фраза, вот эта вот фразочка, вот эта вот фразулечка, вот эта вот, вынеси мусор, вынеси мусор. Это просто рефрен семейной жизни. Да вообще они не следят за собой. Да чё там говорить? Да вообще не следят. Да если бы не мы, они бы до сих пор ходили в этих шкурах. Они бы жили в пещерах, девочки. Ну, посмотрите. Ему же главное, чтобы было тёпленько, чтоб не кололось. Мы другое дело. Мы следим за направлениями в моде. Мы вот это вот... Посмотрите, как женщина готовится вот к новому летнему сезону пляжного. Она же начинает готовиться с января. Она вот это пакует, она собирает, она думает, она смотрит, она листает. Она на бюджет, она прикинула, она что-то себе новенькое прикупила. Какие-то тапочки, какие-то шлёпочки, какие-то вот платьица, какие-то сарафанчики, какие-то купальнички. Вот тут вот так, вот здесь вот эдак, вот тут ва. Но понимаете как? Это же целый процесс. Мужик. Накануне отъезда. Ногти на ногах постриг, всё, готов. Но для меня, понимаете, вот для меня, вот что, например, для меня лично? Меня очень напрягает кухня. Девочки, я не знаю, как вас, но я не кулинар. Ну не кулинар. Ну не дано мне это. Ну вот, ну что же это такое? Что же это за издевательство? Ну почему я? Ну почему каждый день? Вот мужика сколько ни корми, такое впечатление, что он не ел вовсе. Я знаете, о чём мечтаю? Я мечтаю, чтобы хоть раз в жизни, вот разочек, прийти в какой-нибудь магазин и купить сразу два мешка по 10 килограмм корм мужской сбалансированный. Ну почему нет? Ну для котов же придумали, какая разница. Вот так зачерпнула, в мисочку ему. И всё, и свободно. Может быть у вас всё по-другому. Но для того, чтобы мы понимали друг друга с мужем, должны были пройти годы. Да, сейчас, через 20 лет, уже я смотрю по ресницам. Я уже чую, что он хочет яблоко. Я уже чищу, я несу. Кто кого к этому приучил, не знаю. Ну, но у нас уже какая-то гармония. И потом мой, знаете, ну он такой, он добрый, он никогда плохого слова не скажет, ему всё хорошо. А есть же такие, вот я знаю, мои подруги, он всё время гундит, ему всё не так. Вот с утра до вечера. И долбит, и долбит, и долбит, и долбит. Девочки, вот если у вас такое в доме завелось, есть один способ для того, чтобы поменять ситуацию. Вот 100% гарантия. Вот допустим, вот допустим, проснулись, да, вы к нему вот вроде как бы с душой, да, вроде как с завтраком. А он увидел, что это такое, моя мама лучше готовила. И вот это начинает свой вот этот вот гундёж начинает, да. А вы не реагируйте, девочки. Вот как будто и ничего нет. Вы с улыбкой. Вы вот с нежностью, с лаской, с любовью, с добротой. Раз ему просроченный йогуф. И он уже гундит в другом месте. Понимаете, девчонки, включайте, включайте соображалку. Нам природа много дала. Много, девочки. Потому что мы, женщины, хранительницы очага. Мы, не они. Это наша с вами задача. Поэтому мы, девчонки, мы сложно сочинённые. Мы спредподвы подвертам. Мы даже это слово произносим с первого раза. И всякий мужик повторит. Спредподвы подвертам. Есть смельчаки? Вот я так и знала. Мы понимаете, мы, вот в семейном оркестре, мы скрипки. Мы даже внешне похожи. А скрипка достаточно такой сложный инструмент. Для того, чтобы на скрипке научиться играть, это надо потратить годы. Это просто часы тренировок. Это мозоли на руках. И, ну, мужчины, они шарманки. А чтобы играть на шарманке, надо просто знать, где расположена ручка. Но справедливости ради девочки у каждой шарманки своя неповторимая мелодия. А в нашем классе есть мальчишка. Глаза, как ясная заря. Смутил он всех девчонок в классе. И вот добрался до меня. Смутил он разум мой. Не знаю, что со мной. Влюбилась в первый раз. Я в сиянье этих глаз. Смутил он разум мой. Не знаем, что с тобой. Влюбилась в первый раз. Ты в сиянье этих глаз. Ну, я не хочу на улице целоваться. А где? Мы можем к тебе домой пойти. Да у меня родители дома. Ну, придумай что-нибудь. А что придумать-то? Скажи им, что ты в школе что-то натворил. И что их в школу вызывают. А пока их не будет, мы потусуемся у тебя. Ну, ты понимаешь, о чём я? Понял. Подожди меня на улице, я сейчас. Хорошо, я подожду. Пап, пап! Пап, в общем, тебя в школу вызывают. Ну, что ты опять натворил? Там такая ситуация, пап. Короче, я математичке в сумочку крысу подложил, и она от страха чуть не родила. Крыса? Математичка чуть не родила, пап. Она сказала привезти всю семью в школу прямо сейчас. Так что я побежала, а ты давай. Догоняй! 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 Ну, что ты за человек такой? Вечно с тобой одни проблемы. У всех дети как дети. Жена! 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 Что случилось? Что случилось? Наш Мишка опять в школе учудил. В общем, из-за него математичка родила. Господи, как же так-то? А вот так же так-то. Нас в школу с тобой вызывают. В общем, собирайся давай и догоняй. Догоняй! 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 Господи, да что же это? Да как же это? Да что же это такое? Мама! 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 Что случилось? Да, сынок наш, математичку обрюхать. Она прямо в школе родила. Я знала, что это случится, а, батюшки? Нас всех в школу вызывают. Я побежала, а ты догоняй! Догоняй! Я знала, знала, что это случится. Яблонька от яблоньки. Дед! 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 А вот и яблонька. Ну? Что случилось? Что случилось? Внук твой, кобель, без тебя. Ну? А случилось-то что? Трех. Трех учительниц в декрет отправил. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Завуч в кабинете родила. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так он теперь на директрису засматривает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чё стоишь? Бежим разбираться. ДКОНЯМ! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот мишка молодец, а! Вот гормоны играют. Прямо весь в меня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ну, директриса, это перебор, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ СОСЕДКА, Давай за солью иди О, соли Не дайте соли Привет, сосед Привет, Зинаид Ты это, знаешь, что? Ты давай иди отсюда, не до тебя сейчас А что случилось? Что случилось? У меня с внуком проблемы, ну, с этим Смотришь, всю школу перей Пенсек, девчонок Училок Девки, девчат, училки, рожают Завуча Директриса от его в шкафу спряталась Так он ее там нашел И Вот, смотри, полицию вызвали Значит, тех акушеров в городе вызвали Пожарных вызвали Меня вызывают Ну, я пошел, а ты это давай Догоняй Догоняй Алло, Галла Слушай, Галь, у тебя дочь в какой школе учится? Ой, немедленно забирай Не-не-не, сама не ходи, лучше мужа пошли Аля, говорят Там один ученик килограмм Виагры съел Серьезно? Аля, говорят Все, кто женского полу Прямо все пострадали Ага Аля, говорят Там такая у парня страсть Что через полчаса прямо все рожают Аля Говорят, взял в заложнице директрису Требует еще женщин Ты знаешь, что? Я сейчас побежу Погляжу, что там и как Я тебе перезвоню Догоню Догоню Ну вот мы и одни А давай мультики посмотрим А давай Чрезвычайная ситуация развивается в средней школе номер 15 По сообщениям из разных источников вся школа рожает Весь учительский состав Все ученицы старших классов А также зауч, директор и уборщица Бригады скорой помощи не справляются Виновником ситуации оказался ученик 10 класса Миша Жеребцов Который взял в заложники директора И требует вертолет, миллион долларов и сотню женщин Для поимки опасного маньяка вызван спецназ Мы будем ждать новых подробностей от нашего корреспондента Маша, ты меня Да, ребят, радивайся до меня Я не понимаю, что... А он с виду такой приличный Маша, ты куда? Да не ходите, ну помогите Да что происходит-то? Нет, ну ты погляди на него, а Там весь район на ушах стоит А он тут дома сидит Ты зачем это придумал, Казанова недоделанный? Я со стыда чуть не сгорела Да я вообще не понимаю, как это все произошло Эх ты, а я-то думала Ты, Мишка, это того Ай, молодец! Сколько слухов наши уши поражает Сколько сплетен окружает нас всегда Ходят слухи, будто Бузова рожает Да ты ходишь! Ходят слухи, будто Папа Джигурда Говорят, что у Холюбаскова женили Он невесту Киркорова украл Да вы слыхали, Петросяна посадили Да ты ходишь! На диету посадили, я читал И вы слышали, чипировать всех будут Будут чипы прям с вакциной колоть Говорят, что новый вирус к нам прибудет Да ты ходишь! Его можно только водкой побороть Вы знаете, сейчас сцены подымают Завтра гречка будет стоить миллион И через камеру смартфона ЦРУ нас всех снимает Надо выкинуть подальше телефон Закалённые во многих заварухах Слухи шерятся, неведая преград Ходят сплетни, что не будет больше слуха Да ты ходишь! Ходят слухи, будто сплетни запретят Но словно мухи тут и там Ходят слухи по домам А беззубые старухи Их разносят по умам Их разносят по умам Ух! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я уже как-то сказал, что большинство наших артистов превосходно поет. И мне пришла такая мысль, а что, если попросить их выйти на сцену и просто попеть нам какие-то наши песни? Артисты, друзья, прошу на сцену! Легко на сердце от пива в стакане, легко, когда на рыбалке улов. Легко на сердце лежать на диване, мешать работы на сердце тяжело. Утекай, я тихонько сказал коньячку, и в меня он тихонько утек. Сколько песен мы с вами вместе спели в маме своей родной. И про папу мы пели песни, а про папика ни одной. Папик может, папик может всё, что угодно, мерседес, квартиру, шубу, полье купить. Папик может быть пришивым, старым и полным, только бедным, только бедным не может быть. Молодцы, девочки. Хорошо выглядите, блестяще, я бы сказал. Привет папику. Помнишь, как вчера гуляли, хей-хей-хей, умудрились, где найти коней? Как смогли домой мне втащить коня? Всё-таки однушка у меня. Караул, караул, конь, ещё ничего, представляю, что скажет жена. Как на кухню мою восемь метров всего ухитрились мы всунуть слона. Ласковое солнце моё В комнату вошло и сидит Только как увидел её Сразу понял, будет таить Сразу же в груди что-то йог Это задрожал кошелёк Может я ошибся, о нет Солнце обратилось ко мне Просто подари мне один только зонт А к зонту под цвет сапоги подари К сапогам под цвет плащ и шляпка пойдёт Сумочек плащу подари штуки три К сумочкам и шляпки дари мне авто А к машине дом подари мне любя Нет, не дом дари уж у моря шато А к шато и мужа получше тебя Казино, казино, казино Это музыка, песни, вино Но не выпало двадцать одно И теперь ни вина, ни штанов Проигрался что ли? Да А в чьих штанах ты сейчас выступаешь? А там такая гримёрка ничейная На ней написано «Петросян» Забудь эту гримёрку, хулиган Праздник, праздник, празднуем семьёй Праздник, праздник свадьбы с золотой Но полвека не семейный стаж Это разница у них по возрастам Стоп, стоп Во-первых, не по возрастам, а по-русски по возрастам А во-вторых, получается не в рифму Сейчас Дедушка рядышком с девушкой Вряд ли им жить долго вместе Дедушка ведь через год-другой Сыщет моложе невесту По-моему, он на кого-то намекает, а? Я не знаю, кого ты имеешь в виду Но молодец, хороший ты юморист Садись Уволен Если б дали мне взаймы рублика в сто тридцать Стали бы друзьями мы, не разлей водица Если долларов бы пять дали мне на месяц Я вернул бы вам все пять, может даже десять Ну а дали бы вы, друзья, тысяч, к примеру, двести Фиг бы вы нашли меня после этой песни А что тебя искать? Ты в гримёрке сидишь Кручу, 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 педали кручу И день, и ночь в жару, и в ливень качу Спешу с огромным рюкзаком к вам и к вам Туда, где хочется ням-ням Пусть пёс укусит, боли нет Хрусть, в снег упал велосипед Я отряхнулся и несусь Ведь я доставщик еды и, значит, ещё спасателем зовусь Терпи, кто хочет чипсов, пиццы, колбас Уже трамбую я в рюкзак твой заказ Не смей голодный в магазин ходить сам Я похудеть тебе не дам Пусть на ухабах так трясёт Что в рюкзаке смешалось всё Плюс я свалился на рюкзак Но кто есть хочет И вправду очень Схомячит это всё и так Я работу потерял И, конечно, поскакал В центр занятости, чтобы он мне место подобрал Предложили они мне переобучение И большой набор профессий по востребованию Учержнец, емщик, бурлак Трубочист, пират, скорняк Мельник, гувернёр, бочар Коробейник и гончар Ловчий пианист, гонец Ткач, алхимик и песец С комаров, купец, лакей Шут, палач и бродобрей А юристов, дипломатов И так много хоть убей За мои зелёные глаза Огурцом меня ты называешь Ну а были б синими глаза Баклажаном видно б называл Знаю я, что у тебя свекла Знаю, что горошков у вас двое Только что же делать нам тогда Со своей шальной морковью А я вовсе не петрушка Я скорее чесночок И с тобою помидором Мы отлично пустим сок Так отрось паху подальше Поскорей бочок помой И сольёмся, как вы, кстати Мы в салате, милый мой На асфальте пять рублей нашёл Дядя тот, что по асфальту шёл Он, конечно, и хотел поднять Но не смог с асфальта отодрать А рядом за кустом смеялся мальчик Вадик Монетку клеим он на массу смеха ради Но дядя был азартен И пять рублей с асфальтом он ломом выбил И кряхтя унёс Нарвали мы малины Крыжовника и груш Из-за забора дыню Присвоили к тому ж Слив притащили с дачи И сахара в мешках Но как-то всё иначе В кастрюлях всё не так Мы варенье Варим вроде Только всегда, ну всегда Хоть и весь самогон выходит Нам варенье Сделать сложно Дедушка как-то туда Незаметно Бросает дрожжи Какая прелесть! В следующий раз приглашай дедушку Мы с ним споёмся В ресторане В нашем раз играли свадьбу Я обслуживал, ведь я официант Но когда жаркое стали подавать мы Подождите-ка минутку, говорят Оказалось, что невеста на мгновенье Отвлеклась и убежал жених Вот хам Мы к невесте, мол, примите сожаленье А она вдруг, ну не пропадать столам Чужая свадьба, чужая свадьба А женихом назначили меня Чужая свадьба Им не сбежать бы Но на чайку теперь была её родня Из ресторана уйти пора мне Работа в нём, видать, не для меня Ведь тут за месяц четыре свадьбы И у меня уже четвёртая семья Я трясусь уже от марша Мендельсона И от конкурсов дурацких нервный тик В синяках уже я от ночей бессонных И к шампанскому мой организм привык А летом Свадьбы, 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 свадьбы Так достали От них, увы, не скрыться никуда Сбежал бы я от свадеб этих на остров Бали Но летом всё забито у меня Сбежал бы я от свадеб этих на остров Бали Но не могу, ведь я же завода Спели мы пятнадцать песен Хоть могли и двадцать пять Да и сто могли бы, если б Не ушли бы на ночь спать Пенье мы закончим вскоре И под музыку уйдём Но ещё одну про море Песню всё-таки споём Песен в море, песен в море Мы готовы петь и петь Песня в горе, песня в горе Помогает мне сгореть Песня в счастье, песня в счастье Счастье делает полней В нашей власти, в нашей власти Сделать песней жизнь людей Пока Евгений, Петросян и все-все-все Кто украшал с собой экран Все-все-все-все Кто в этот вечер с нами был Нам настроение дарил Кто развлекал нас и шутил А также пел и говорил И декорации носил И вот Евгений, Петросян и все-все-все Пакует шутки в чемодан Все-все-все-все Он смех всегда берёт с собой Прощаясь, машет нам рукой До встречи, зритель дорогой!